Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей» в студии Айнур Мирханова. В начале выпуска коротко о самом главном. В результате карантина в Казахстане в этом году убытки понесли более 800 тысяч компаний. Это объекты торговли, туризма и общественного питания. По итогам 7 месяцев в стране существенно сократился спрос на оказание услуг по строительно-монтажным работам. В целом, как было отмечено на прошедшем сегодня селекторном заседании правительства, в первом полугодии в сфере торговли и услуг не отмечается положительных показателей. В Мангистауской, Жамбылской и Североказахстанской областях многие компании пришли в упадок. Соответственно, в регионах увеличилось количество людей, потерявших доход. Особенно актуален данный вопрос для жителей города Шимкен, Туркестанской и Кизлординской областей. Как отметил председатель национальной палаты, в этих регионах значительно сократилось количество занятого населения. Сегодня в стране предпринимаются меры для поддержки бизнес-формирований. Если ежегодно на поддержку отечественных производителей выделяется порядка 1 триллиона тенге, то в этом году сумма увеличена вдвое. Около 1 тысячи проектов реализуются в этом году в Алматинской области в рамках программы «Дорожная карта занятости». На эти нужды из республиканского бюджета выделено 109 миллиардов тенге. 95% из запланированной работы уже воплощается в жизнь. Об этом стало известно сегодня в ходе брифинга с представителями Управления координацией занятости социальных программ. Как было отмечено на встрече с журналистами, государственные программы в крае ЖТСУ реализуются весьма успешно. Так, программа «Имбек» работает в четырех направлениях, в числе которых краткосрочные курсы, кредитование, молодежная практика и электронная биржа труда. Все это позволяет населению найти работы в разных сферах деятельности. По словам спикеров, сегодня, когда весь мир переживает кризис из-за пандемии, люди повсеместно остаются без дохода, нам необходимо приложить все усилия для того, чтобы государственные программы, направленные на охват занятости, работали в полную мощность. Программа «Имбек» имеет очень много своих возможностей. Есть огромная программа «Дорожная карта занятости», в рамках которой реализуется 977 проектов и открывается очень много рабочих мест. Мы хотим, чтобы население знало, чтобы донести до населения, что есть такие программы, есть такие проекты, на которых нужно работать, на которых нужно подать заявку. Надо проявить активность, пользоваться электронной биржей труда, обращаться в центры занятости и максимально найти друг друга, как население, которое является получателем механизмов данной программы, так и нам, как координаторам данных программ. Наличие лекарств в больницах и аптеках, а также их стоимость, систематически мониторит антикоррупционная служба. Один из рейдов прошел в Жамбылском районе. А чтобы прозрачность работы была максимальной, сотрудники службы провели онлайн-прием граждан. Доставка гуманитарной помощи в каждое лечебное учреждение на особом контроле Департамента антикоррупционной службы Алматинской области. В рамках выездного мониторинга проверены склады центральной районной больницы. С начала введения чрезвычайного положения в больницу поступила гуманитарная помощь от областного управления здравоохранения. Около 200 тысяч защитных масок, 3000 противочумных костюмов, дезинфицирующие средства. По словам директора районной больницы Дамира Сауржанова, на данный момент у них имеется все необходимое. За время пандемии у нас было увеличение коечного фонда, потом у нас было перепрофилирование коек в провизорные стационары, доходило до 160 коек. В данный момент, в принципе, уже как везде по области на 30% снижение у нас идет снижение, поэтому мы сейчас те провизорные стационары, которые уже сейчас не надо мне, мы их перепрофилируем обратно в обычные стационары и проводим там уже плановую госпитализацию. Еще одним важным пунктом в антикоррупционной политике является недопущение завышения цен на жизненно необходимые препараты. Первый заместитель руководителя департамента антикоррупционной службы по Алматинской области Жандос Жумабаев рассказал о нововведении в вопросах цен на лекарства. Теперь в каждой аптеке на территорию области будут вывешены таблички с QR-кодом, сканируя которые жители смогут посмотреть реальные цены на препараты, установленные Министерством здравоохранения. Основная цель у нас – это мониторинг аптек на цены, имеющиеся, и поступление гуманитарной помощи в центральную районную больницу. Объехали несколько, 5-6 аптек. В принципе, все препараты, именно противовирусные, аспирин, парацетамол, все есть. В принципе, они все под заказом. Где, допустим, аптека закончится, они уже заказ идут, на днях все опять поступает. Осмотрели сотрудники антикоррупционного ведомства и автодорогу в рамках проекта «Сапал-Жол» на предмет выявления проблем. Одна из них – это недостаточное освещение на трассе Алматы-Бишкек. Сотрудники «Казавтожол» обещали в ближайшее время устранить данную проблему. Аделя Кжаркенова, Ербола Тантелов, телеканал ЖИЦУ. Со следующей недели начнется прием заявок по программе 5-10-20, сообщает Хабар-24. Для выдачи займов в «Жилстрой Сбербанк» уже поступил первый транш в 90 миллиардов тенге. Эту программу разработали в мае специально для тех категорий населения, которые стоят в очереди на жилье. По данным Акимата, всего зарегистрировано около 528 тысяч казахстанцев. Больше 58 тысяч казахстанцев на следующей неделе смогут подать заявки на участие в программе 5-10-20. В списки вошли те, кто встал в очередь на жилье до 2010 года. Об этом сообщила председатель правления «Жилстрой Сбербанка» Казахстана Лязат Ибрагимова. Первыми приглашения на участие получат около 6 тысяч вкладчиков жилищного банка, потому что их данные уже есть в базе. На их телефоны придет СМС-уведомление. Остальные должны проверить, есть ли они в списке очередников на сайте банка по номеру ИИН. Как только они себя найдут, то могут забронировать очередь в отделение, чтобы проконсультироваться. Если устроят все условия, то заявку нужно подать онлайн. Напомним, что по данной программе ставка по займу составит 5%, первоначальный взнос 10%, срок кредитования до 20 лет. В отношении семьи опекунов в Каратау началось расследование по подозрению в издевательствах над 10-летним подопечным, сообщает закон КИЗ со ссылкой на телеканал «Астана». Классный руководитель ребенка одной из первых сообщила о странностях в семье Рихтер. Она рассказала, что мальчик постоянно приходил в школу голодным, редко бывал на улице, а также, что в больницу его отвезли посторонние. Но теперь педагог отказывается от своих слов и просит удалить ее интервью. В фонде «Не молчи» считают, что заил из-за угроз. Опекуны все обвинения в свой адрес отрицают. В подробностях дела теперь будут разбираться полицейские. Напомним, 1 августа мальчик выпал со второго этажа и получил многочисленные травмы. Учителя предполагают, что мальчик выпрыгнул из окна из-за плохого обращения опекунов. Турция прекращает авиасообщение с Казахстаном. Турецкие власти сообщили компании «Растана», что в течение двух недель въезд в страну для наших граждан будет запрещен, передает корреспондент Хабар-24. В авиакомпании подтверждили, что два часа борта «Растана» не мог получить разрешение на вылет по маршруту Алматы-Стамбул-Алматы. Причина – звонок от авиационных властей Турции, которые запретили вылет самолетом. Причем воздушное судно в этот момент выруливало на взлетно-посадочную полосу. Спустя час вышло официальное письмо. Клег Абдрахимов, менеджер по корпоративным коммуникациям АО «Растана», заявил, что, согласно письму, запрет распространяется на выполнение рейсов из Ирана, Афганистана и Казахстана. Авиакомпании удалось получить разовое разрешение на завершение рейса со 101 пассажиром на борту. Следующий регулярный рейс по данному маршруту запланирован на сегодня. Данный запрет, без заблаговременного уведомления, несомненно, повлечет за собой серьезную задержку и неудобства для наших пассажиров. Герои носят маски. Современный мир привык считать героями фантастических персонажей. Однако теперь мы все больше склоняемся использовать это слово в отношении тех, кто ближе. Сотрудники медицинских учреждений ежедневно совершают безмолвные подвиги на благо людей. Их бескорыстная жертва уже спасла тысячи жизней, и они продолжают исполнять задачу первостепенной важности. Благодарные люди выражают признательность за себя и за своих близких самыми разными способами. Так, талдыкурганский художник-дизайнер Ирки Галии Мангали начал работу над созданием арта-объекта, показывающим отношение граждан к тем, кто на передовой в борьбе с вирусной болезнью. Они дни и ночи работают на передовой, не видят семьи, родственников, они уже несколько месяцев живут в больнице. И вот мы видим, как во всем мире их вот так поддерживают, и почему бы и на нашем городе не поддержать их. Сейчас героев, как героев, если взять, то знают молодежь в основном только их. И чтобы вот мы поставили так, чтобы врачи стояли с ними наравне, и чтобы молодежь быстрее поняла. Данные эскизы изображают в себе супергероев сегодняшнего дня. Что посеешь, не пожнешь. Знойное лето и отсутствие дождей поставила фермеров Искельдинского района, занимающихся багарным земледелием, в затруднительное нынешнее положение. Вы сами видите, как взошла пшеница. Где-то густо, где-то её вообще нет. Нынешний год для опытного земледельца Алмаса Апсаметова выдался неурожайным. Засуха отразилась не только на всходах, но и на будущих платежах по многомиллионному кредиту. Топленное сырьё по сниженным ценам и временная отсрочка по кредитным обязательствам, к сожалению, не смогут исправить ситуацию земледельца. Хлеб может подорожать в цене, высказал свои опасения молодой фермер. Этот год для меня выдался тяжёлым. У меня 500 гектаров земли. На половине из них засеяна пшеница. 50 гектаров под сенокоз. Остальное под выгон. В этом году я несу огромные убытки. Из-за засухи ни сена, ни зерна толком не собрал. А значит, придётся продавать скот, потому что мне нечем будет его кормить. Сено по цене дорогое. На посевную я взял кредит в 15 миллионов тенге. Мне придётся как-то возвращать деньги. Из техники у меня один комбайн и один камаз. Остальное я арендовал. Мне хотя бы оправдать затраты на зерно. В Ескельдинском районе около 1700 крестьянских хозяйств и более 52 тысяч гектар пашень. Около 60% из них засеяны зерновыми культурами, ячменём и пшеницей. Уборочные работы только начались, но уже получен урожай более 22 тысяч тонн с 12 тысяч гектаров. По словам представителей местного отдела сельского хозяйства, по сравнению с прошлым годом отмечается снижение показателей урожайности. Это связано в первую очередь с неблагоприятными погодными условиями. В остальном фермерам оказывается всесторонняя поддержка со стороны государства. На весенние полевые работы и также на проведение уборочных работ выделяется удешевлённое дизельное топливо. Но вот сейчас крестьянские хозяйства, согласно своих заявок, они всё-таки получают эти 10 топлива. И потом им ещё выплачиваются субсидии по минеральным удобрениям. То есть они могут удешевлённое минеральное удобрение получить. Могут получить часть, возместить часть потраченных денег, это за гербициды. То есть они тоже могут через сайт колдал. Сельское хозяйство всегда зависело от благоприятных погодных условий. Нынешний год выдался засушливым. Фермеры из Кельдинского района надеются, что будущий год подарит им и дожди, и богатый урожай. Гульмира Тимиргалеева, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Искельдинский район. Можно, если осторожно. За два летних месяца, несмотря на карантин, на Капшагайском побережье отдохнули более 125 тысяч туристов из разных уголков страны. Поток гостей не убывает и сейчас. Однако не всем удается попасть на песчаные пляжи. Я понимаю, нет. Не кушать, ничего. Количество людей определенное, надо соблюдать сами там. Больше количества мы не отпускаем. Путешественники из Карагандинской области наслышаны о комфорте зон отдыха и мягких песчаных пляжах Капшагайского водохранилища. Но, к сожалению, испытать на себе все прелести летнего отдыха им не удалось. Заполняемость у нас 50%, как можно убедиться, везде. Вот, можете посмотреть. Согласно постановлению главного врача Республики Казахстан, соблюдением всех санитарных норм, у нас соблюдается полностью весь алгоритм, который прописан в постановлении. В отличие от гостей из Балхаша, жительница города Алматы Алена Овчинникова свой отдых с семьей запланировала заранее. Как отмечает девушка, оказалось, что в ограничениях, установленных властями, есть и свои плюсы. «Бронировали мы 23 июля. Все отлично, мы довольны. На зоне людей не так много, как и положено, около 30 человек. Не бывает такого, что каждый на друг дружке, там грязные бассейны и так далее». По словам местных властей, с 13 июня, с момента открытия оккупального сезона, Капшагай посетили более 125 тысяч отдыхающих из разных уголков страны. И все это время безопасные каникулы туристов в плане соблюдения санитарных норм контролировались специальной мониторинговой группой. «Мониторинговая группа ежедневно в составе ГОВД, СС, сотрудников Акимата и общественных организаций ежедневно проводит мониторинговые мероприятия на соблюдение алгоритма карантинных мероприятий. На данный момент на Капшагайском побережье городские пляжи, стихийные городские пляжи, потом бассейны, которые находятся в городе, они на данный момент, согласно постановлению, закрыты». К слову, на побережье Капшагайского водохранилища расположены около 170 баз отдыха. В настоящее время функционирует 85, соответствующих всем санитарным нормам. Айнур Мирханова, Степан Мережко, телеканал «Житсу» при поддержке Акимата города Капшагай. В Испании снова закрывают города. Власти 33-тысячного Аранда-Дуэра в состав автономного сообщества «Кастилия-Леон» не видят другой возможности остановить распространение коронавируса, кроме жесткого карантина, сообщает Евроньюз. За последние сутки здесь зарегистрированы 230 случаев заболевания. «Большинство случаев заражения – это семейный круг», говорит Роберто Саес, представитель правительства автономного сообщества. Люди подхватили коронавирус на встречах с семьей и друзей. Планы правительства – закрыть Аранда-Дуэра с 7 августа и до улучшения эпидемиологической обстановки в четверг одобрил суд. Покидать город можно только по работе и для визита к врачу. Владельцы городских магазинов готовятся к еще одному черному месяцу. «Август очень важен для нашего годового дохода», говорит хозяйка магазина готовой одежды. Обычно в это время года к нам приезжают гости из других регионов и стран. На атомной электростанции в Белорусском островце начата загрузка ядерного топлива в первый энергоблок. Это старт объекта. На этом этапе пуска ведется проверка, как функционирует система станции. В соседней Литве выступают против АЭС, призывая другие государства Европы отказаться от закупок продукции. Одновременно заявляя, что строительство станции нарушает ряд международных соглашений. В Минске ответили, что объект прошел все требуемые проверки со стороны МАГАТЭ. В Вильнюсе полагают, что такого рода объект представляет угрозу для безопасности страны. И говорят, что Минск находится под давлением третьих стран. Напомним, что островец, или как его называют белорусы, Атомоград находится в 50 километрах от Вильнюса. В севере Италии может обрушиться ледник. Из Вальферре долины, расположенной на севере Италии, эвакуированы около 70 человек. Причина – угроза схода ледника План-Пасси со склона Монблана, его итальянской стороны. Из-за стоящей здесь жары ледник тает. У наблюдающих за ним технических специалистов возникли опасения, что на долину могут обрушиться около 500 тысяч кубометров льда. Большинство эвакуированных – туристы, отдыхающие в Курмайер. В сентябре 2019 года в Курмайер возникла схожая ситуация. Тогда местные власти эвакуировали жителей и перекрыли дороги из-за угрозы схода 250 тысяч кубометров льда. Это была вся картина на сегодня. А я с вами прощаюсь. Приятных выходных! Редактор субтитров А.Семкин